Добрый день, народ! В общем, что-то у меня снова набирается очень много видеоматериалов для полноценной второй серии про мой новый передний мост. Ну, никто же не будет, скорее всего, часовое видео, да, смотреть? Ну, мало кто будет, ладно. Вот, поэтому снова разбиваем. И в этом видео вы посмотрите отзывы различных людей, которые прокатились на моей машине и составили, собственно говоря, свое впечатление о том, как она управляется. Это люди, владельцы совершенно разных автомобилей, не только УАЗоводы, хотя и УАЗоводы там тоже есть, и бывший УАЗовод, но, в общем, сейчас все сами увидите. Людей вы этих также могли видеть в некоторых моих предыдущих видео, то есть, да, это мои знакомые, но от этого их мнение не становится предвзятым, и, собственно говоря, вы сейчас тоже сами сможете в этом убедиться. Постарался все сделать в соответствии с принципами журналистики и не давить личным мнением, ну, по крайней мере, я надеюсь, что я так сделал. Лично мое мнение, вы можете посмотреть частично как в конце этого видео, так и в моем обзоре на Патриот 2019 модельного года. Вот сейчас здесь это, как вот так вот, да, ссылка будет всплывающая. Там тоже в конце видео я коротко рассказываю о том, как я отношусь к новой схеме по сравнению со старой. Ну, в общем, как-то так, не смею больше вас задерживать, надеюсь, видео понравится. Приятного просмотра. Сажаем за руль человека, у которого есть Патриот, абсолютно стоковый в плане подвески. Позволю ему рассказать свои впечатления и ощущения от того, какие есть отличия моей машины теперь от его в плане управления. Правильно, Костя? Да. Все, поехали. Ну, у тебя стоит демпфер еще. Да. Ты его ощущаешь? Да, я его сейчас вот в повороте как раз-таки ощутил. Но только я так и не понял, что он мне больше сопротивлялся или больше возвращал руль. Рулиться, не знаю, может быть, за счет того, что демпфер стоит, но лично мое ощущение, что тяжелее рулится, несмотря на то, что у меня широкие колеса стоят. 265. Ну, мне кажется, что действительно все-таки рулится влево-вправо тяжелее. То есть я на своем руку ехал, руку не напрягал. Здесь я чувствую напряжение руки своей. Сажаловался на меня. Ты можешь короче руль поворачивать, у тебя угол ворота больше. А это уже привычка. Ну, давай, на другую. Ну, да. Вот во дворах реально тема. В узких дворах. Реально легче было сейчас развернуться. Ну, вот на протяжении того момента, пока я сейчас прокатился, лично мое ощущение, что лежачий полицейский стало легче перепрыгивать передним мостом. При этом задний мост, ну, он так же, как и остался, он так же прыгает. Тут ничего не менялось. А лежачий полицейский меньше за счет дефера? Не знаю за счет чего, но мягче проходит. То есть у меня жестче бывает. У меня практически проходят все вот эти резиновые лежаки так же, как и задний мост. Может, конечно, у меня амортизаторы с завода не работают. Но это наврядно. Рулит с одной рукой чуть тяжелее. Ну, передаточная здесь получается меньше отношений, соответственно, и руль, естественно, тяжелее на тех же сопротивлениях к повороту колес, больше сопротивлений к повороту. А вот прокатился, я чувствую, как бы пицуха напряглась уже. Ну, кстати, я на самом деле прокомментирую, потому что на моей машине стоял долгое время рулевой демпфер лиф. Сейчас он стоит в багажнике. И, в общем-то, если сравнивать именно вот так, тот мост, который я снял, тот, который поставил, то есть с демпфером, с демпфером, да, то практически нет разницы в усилиях на руле. И в определенных ситуациях на старом было тяжелее, в определенных ситуациях на новом тяжелее. Сложно даже вот точно сказать. То есть демпфер действительно достаточно прилично добавляет усилие на руле. И вот возвращает что-то руль, чувствуется это усилие, которое возвращает. Ну, очевидно, это демпфер. Нет, руль возвращает кастер и этот... Ну, и кастер. Продольный и поперечный. Да, эффект самовозврата руля намного лучше. Да, чувствуется это усилие, которое оно начало давить. Опять-таки тоже придает усилие на руку. А вот обратная связь с дорогой, как потом? Ну, мелкие неровности не чувствуются. На руле? Да. Ну, то есть я у себя ощущаю, вот такие мелкие ямочки. Ну, тут чувствуется, но это мягче происходит. Усилие, опять-таки, вот это в поворотах, да, что туда дальше, что оттуда. Но оттуда меньше и где тут практически в самом конце выверты колес. В целом, получается так, что в руль мелкие неровности меньше отдают. Плюс переезды через лежачие полицейские в том стиле езды, в котором я привык ездить, стали мягче. Именно прохождение передним мостом. Задний мост так же скачет, как и всегда. И что почувствовал, что несмотря на усилие, которое на руле, рулить почему-то удобнее. Удобнее в каком смысле? Удобнее, например, на мягкой подушке спать. Согласен. Чем на жестком полу. А здесь как он смысл? Не знаю, как передать, но в повороты было мне более приятнее входить, чем на моей машине. Все, что я тебе могу сказать. Хорошо, ладно, Костя, я тебя понял. Спасибо за тест-драйв. Твое мнение, я думаю, было важно. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Это очень печально. Представляю вам Кирилла, более известного вам как Субарист. И сейчас он будет сравнивать Патриота с Субару. Бессмысленно, да, но по крайней мере человек независимый, не ездил на УАЗик. Не ездил же, да, по-моему, ты у нас? Ну, почему? По дорогам общего пользования. По дорогам общего пользования не ездил. Вот, по дорогам общего пользования не ездил, поэтому сравнивать будем сейчас сначала Патриот Кости, который со старым мостом, с Субару. Потом будем уже сравнивать. Мой Патриот с этим. Ну, естественно, он будет сравнивать. Ну, то, что Субару едет мягче, это понятно, да? Ну, нет, непонятно. Не, ну, Субару, если бы назначить, мягче едет. Более мягко проходит. И рулится так-то более информативно, что ли. Ну, на руль, кстати, передачи нет, ну, такой уж прям особо сильный. Вот кочки попой чувствуешь, это да. Так, самовозврат руля, там, какие еще у нас есть параметры? Ну, как-то тяжело он, кстати. Обратная связь. Тяжело, там, с обратной связью у него проблемы. Тяжело, да, рулится? Да. Так. Субару прям руль стремится в прямое положение встать. Здесь его приходится доворачивать, и причем существенно доворачивать. Отлично, записали. И такое ощущение, что он как-то с задержкой, что ли, на повороты руля реагирует. Вроде руль повернул, а машина еще прямо продолжает ехать. Какие-то то ли секунды, что ли. Ну, как-то вяленько он на повороты реагирует, и на руль как-то вяленько реагирует. И все-таки гуляет он. Извините. Это колесная арка, наверное, да, Володя? Резинка 65-ка поставил, а вот эта болезнь началась в этой арке. Да, понял. Так, ну давай, пересаживаемся в мой. Теперь у нас точка отсчета есть, можно сравнивать. Ну, руль однозначно поворачивается хуже и тяжелее. Так. По самовозврату тоже хуже. Хуже? Хуже. У предыдущего УАЗа было лучше. Здесь как-то он получше руля слушается. Там он более вяло реагирует на руль. Несмотря на то, что здесь руль тяжелее, возврат похуже, но сам руль машина слушается лучше. Она охотнее реагирует на повороты руля. А вот и говорю про задержку, микрозадержку. Здесь такая же, больше или меньше? Здесь меньше, здесь удобнее. Я говорю, здесь машина лучше слушается гулять, чем там. Острее. Да? Ну, сейчас по кочкам, по кочечкам вот этот мягче. Мягче, да? Да, там жестче. Но я тебе сразу секрет раскрою. Здесь есть рулевой демпфер, там нет. И это именно заводской рулевой демпфер, не установленный дополнительно. Вот у него гуляла машина. Так. А у тебя не машина гуляет, а как бы сам руль пытается вырваться из рук. То есть я чувствую все вот эти вот изменения направления машины. Обратная связь. Да, обратная связь, по сути. Здесь лучше? Здесь, да. Ну как, вот на скорости сейчас ехали. Вот у него машина рыскает. Руль стоит прямо. Движение на руль никаких нету. Ничего на руль не передается, но чувствуется, что машина гуляет. Вот. Здесь машина гуляет, но при этом ты чувствуешь это рулем. У тебя руль пытается как бы уйти из рук. Ну, вырваться из рук. То есть ты все это чувствуешь. Все изменения направления машины здесь чувствуются. И еще особенность, не знаю, чем связаны. У тебя руль тяжело прокрутить вначале, но потом он начинает легче крутиться. То есть если он большой угол, вот поворачиваешь, его из прямого положения тяжело вырвать. Но потом он начинает крутиться полегче. Странно, кстати. Не могу сказать, почему так он может быть. Тоже очень удивительно. Но руль здесь значительно тяжелее. Это хорошо или плохо? Я бы сказал, скорее, плохо, чем хорошо. Но ты бы какую машину себе выбрал? Такую или такую? Именно исходя только из ощущений на руле. Больше ничего другого. Тяжело сказать, честно говорю. Тяжело. В той комфортнее ездить. Комфортнее? Именно комфортнее. Но на скорости, я думаю, это себя получше ведет. То есть по трассе ты будешь на этой машине ехать, а в городе на той? Да. Но здесь было бы тяжелее ехать. В городе? По трассе. Потому что приходилось бы постоянно бороться с рулем. Но при этом информативность здесь лучше. Там бы ехалось комфортно, но при этом самому пришлось бы ловить машину рулем. То есть она рыскает, и тебе приходится рулем дорабатывать. Здесь она рыскает, и ты это чувствуешь на руле. И тебе придется с этим бороться. Там комфортнее, но скорость там будет меньше, скажем так. Все, я тебя понял. Спасибо за твое мнение. Оно было очень ценным. Итак, еще один Константин. Водитель на этот раз джипа. По совместительству бывший УАЗ-завод. Значит, смотри, Костя, твоя задача сейчас высказать свое мнение о том, как управляется этот автомобиль. А можно я выскажу еще до того, как я проеду? А, ты же на таком-то не ездил никогда. Твой это был с другим механизмом. Ну, соответственно, какое-то время ты уже не ездил на УАЗ-заке, мог подзабыть этот раз. На таком УАЗ-заке не ездил вообще никогда с такой рулевой схемой. Не ездил же вроде? Нет, не ездил. У меня была мысль пройти тест-драйв ради любопытства. Но не прошел. Как раз я могу сказать, что когда у меня был УАЗ, после, собственно, некоторого времени езды на иностранном автопроме, меня больше всего напрягало. То, что невозможно расслабиться на трассе, то, что руль постоянно гуляет. И вот это вот ощущение, как в мультике, где там фунтик рулит грузовиком, вот такая вот фигня. То есть ты едешь вот так вот постоянно. Но явно менее чуткое рулевое управление. Менее чуткое, чем на джипе. Ну, то есть больше вот этого. Даже не люфт. То есть я чувствую, что некая связь с тягами есть. То есть рулевой редуктор посылает какие-то флюиды, собственно, на мост. Но вот какой-то вот свободный такой вот ход. Сейчас никого нет. Я попробую достаточно резко перестроиться. Ну да, все происходит так вот с запозданием. Но в то же время, с учетом того, что у меня нет сейчас смонизатора переднего, а подвеска на джипе по дефолту очень мягкая. Хотя я и поставил амортизаторы более жесткие, тюнинговые. Но все равно чувствуется, что он очень валкивает. И сейчас у вас менее валкивает. Ох, 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 вот это выворот. Ага. У меня ощущение, что он поподрее разворачивается, побыстрее. А давай так, кто лучше разворачивает, старый твой патриот или текущий твой джип? Сложно сравнить. Ну что-то примерно одинаковое. Вот что мне, кстати, понравилось по сравнению с старой рулевой схемой моей с демпфером. Потому что здесь же тоже есть демпфер. И там у меня был демпфер. Там я поворачиваю руль, и он, грубо говоря, как в компьютерной игре, фиксируется в этом положении. Здесь я руль дергаю, и он тут же стремится вернуться обратно в нулевое положение. Выворачивает машину снова на прямолинейное движение. Там я как повернул, мог вообще отпустить в повороте руль, так и продолжал идти в поворот. Потихоньку, конечно, возвращался, но не так, как здесь. Ну да, здесь интересное ощущение, что потом прям руль обратно четко возвращается. То есть никакого дискомфорта я не испытываю, в принципе. Ну, кроме того, что я привык немножко к более резвому управлению. О, а вот теперь я чувствую на маленьком ходу то, что руль реально тяжелый. То есть вот такого про Патра я не помню. То есть с учетом того, что у нас сейчас какие там колеса стоят? 29-е? Ну, по-моему, 30-е. 30-е. Ну, тут прям чувствуется усилие такое на руле. Оно тебе нравится или нет? Или не нравится? Оно здесь-то не доставляет дискомфорта, но оно бездорожье. И, соответственно, с чуть большими колесами уже может быть не очень комфортно. То есть девочкам не понравится. Да, я бы, в общем-то, кисейным барышням не рекомендовал приехать на данный мост. Если они смотрят это видео и думают, то нет. Может и смотрят, кстати, почему нет. Женщина на Патриоте, даже вон это, есть один YouTube-канал с девушкой на Патриоте. Да, но оставляйте комментарии в видео с адресами электронной почты. Да-да-да. Мы проведем диагностику вашего моста. Ну, тут, конечно, было бы более четким сравнением, если бы я прокатился еще на предыдущем Патриоте. Или бы свой все-таки из болота достал, где я его оставил. Так, ну что, давай пару слов, наверное, что тебе понравилось, что не понравилось. Сравнение с джипом лучше-хуже. Если лучше, то что, если хуже, то что. Ну, не знаю, по сравнению со старым Патриотом на твой вкус. А по сравнению, собственно, с джипом, мне кажется, что обратная связь почетче. Обратная связь лучше чувствуется, то есть у тебя ощущение, что ты управляешь прямо автомобилем. То есть ты его чувствуешь, да, то есть обратная как раз связь от дороги. Но, конечно, менее чуткое рулевое управление. То есть при скорости маневрировать сложнее. То есть при резких каких-то перестроениях, при экстренных ситуациях, чувствовать, что нужно привыкать как-то переучиваться. Ну, в общем и целом, никаких люфтов, в принципе, не чувствуется. То есть, в общем-то, приятно. Приятно управлять. Но тяжеловато на парковке. Ну, мне кажется, это видео будет неполным, если я свое мнение хоть о чем-нибудь не выскажу. Раз уж такое дело, давайте теперь я прокачусь на джипе и скажу свое мнение о другой машине. Тоже ни разу не ездил. Какие будут ощущения, не знаю, но постараюсь быть чуть более красноречивым. Так, отклик на педаль газа. Сразу отмечаю. Резкий, подхват серьезный. Машина все-таки почти в два раза мощнее. Так, руль возвращается назад неплохо. Достаточно активно. То есть я его отпустил, машина обратно отвернула. Ох. Как ты дозируешь газ? Он просто подрывается сразу. Ну, честно говоря, это последствия прошивки. И я уже, собственно, на это дело пожаловался, но просто нет пока времени доехать, перекалибровать. Это ужасно, да. И тут же направо прям кренит машина от подрыва. Так, проезд лежачей неровности. Ну, кстати, жопа не скачет, прям очень мягко прошла. Передок прям, да, но он как бы без стабилизатора. Ну, ничего, нормально. Так, ну, вот сейчас мне чуть-чуть надо руль влево подтянуть пришлось, несмотря на то, что ты прямо ехал. Так, ну, машина особо никуда не водит. Так, насчет четкости руля, вот Костя отметил. Я почему специально посадил его сначала у УАЗика, а не наоборот? Чтобы мое мнение о его машине не повлияло на его мнение о моей машине. Конечно же, при разговоре о курсовой устойчивости надо отметить, что здесь колесная база более длинная, а также более низкая посадка, то есть центр масс ниже. Я, естественно, стараюсь это учитывать и исключать из ощущений. Короче, в разворот я не вписался, но здесь вроде так можно, места хватает. Осторожно, ты помнишь, что у тебя крылья в разные стороны торчат. Да, не, вроде четко все. Не, 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 все нормально. Да, габариты, конечно, чуть по-другому ощущаются, но это неудивительно. Ну вот подрыв сильный, а ускорение так-то на троечку, на самом деле. Ну вот разворачивался сейчас, руль, конечно, однозначно крутится легче, но, честно скажу, информативность мне показалась ниже. По всей видимости, передачные отношения здесь больше, больше, то есть надо больше оборотов делать от упора до упора, как на нашем старом УАЗике было. Но при этом рулевой депфер чуть более густой, да, не знаю, как можно так выразиться, нет, то есть он сильнее гасит, как вот рифовский на моей старой машине. Ох, на моей старой машине, сказану, на моем старом рулевом, на рулевых тягах. Мне, скажу честно, больше нравится, как у меня сейчас. Да, вы, конечно, напишите, что это предвзятые отношения, еще ты хайл, да, свою машину, но я, честно скажу, стараюсь быть объективным. Да, руль тяжелее крутится у меня, здесь легче, но информативность действительно хуже на джипе по сравнению с новой рулевой схемой на УАЗике. Подруливать напрямую все равно чуть-чуть приходится, то есть чудес не произошло. Зависимая подвеска есть зависимая подвеска, в идеал вывести всю геометрию невозможно, небольшие подруливания присутствуют. Диаметр руля, кстати, на джипе походу больше. Хотя он тонкий, правда, может так кажется. Ну, крены, да, в отсутствии переднего стабилизатора, прям весь передок конкретно так накреняется. Так, ну попробую просто развернуться. Ну, руль прям легко-легко-легко крутится. Даже, наверное, легче, чем на старой схеме. Да, легче, пожалуй, что. И усилие, что мне не нравится, усилие при повороте, при отклонении от прямолинейного движения, одинаковое. Не нравится. То есть оно не возрастает по мере отклонения колес от прямолинейного движения. Оно именно вот как в компьютерной игре. То есть это как на старой рулевой, только даже еще, наверное, чуть-чуть менее информативно. Неровности дороги в руль передаются примерно как на старой схеме. На новой передаются сильнее. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Но связь с дорогой все-таки похуже. Похуже на джипе. Управляется легче, информативность хуже. Так, ну давайте, короткий итог. Информативность рулевого здесь хуже. На мой взгляд, это объективный факт. Управляется намного легче, но от этого и более невнятно. То есть если вам нужен какой-то вот спортивный характер, жесткий руль, вот эта вот обратная связь, как ни странно, у ВАЗика в этом плане лучше. Да, здесь прям совсем другая подвеска, вообще другие ощущения от автомобиля, но я сейчас стараюсь от этого абстрагироваться и говорить строго о связи моих рук с колесами. И здесь она гораздо менее выраженная. УАЗик стал прям, прям вот... С одной стороны он стал более легковым, с другой стороны усилие прям, ну реально возросло уже за некой гранью. Зачем они перешагнули вот этот вот предел более высокой информативности за счет большего усилия, сложно сказать. Наверное, можно было все-таки чуть по-другому сделать геометрию, чтобы сохранить относительную мягкость рулевого при относительном возрастании, опять же, обратной связи. И вот это вот, что мне, кстати, очень нравится в новой схеме, это нелинейный рост усилия по мере отклонения руля, о котором я чуть-чуть раньше сказал. И именно вот согласованность усилия, которое дает рулевой демпфер, потому что он не прям все сглаживает, но вот удары именно убирает. И того, как работает геометрия. Геометрия поворотных кулаков. То есть не слишком большой кастер, то есть не прям сильно она в ноль убирает, но при этом достаточно большой поперечный угол наклона шкворня. Я, конечно, не специалист, не инженер в этой области, и как именно настраивать рулевую не знаю, но говорю вот свои ощущения. Мне кажется, что в целом, глобально, наверное, УАЗик управляется лучше. Да, вот сейчас, конечно, меня захейтят. Но вот такое вот мнение. Вы слышали несколько мнений. Надеюсь, было интересно.